Восемь мужчин и восемь женщин боролись за право называться лучшими в настольном теннисе. Участники турнира ТОП-8 признанные мастера. Многие из них неоднократно побеждали на краевых и дальневосточных соревнованиях. Среди участников так много молодых, красивых, замечательных людей. Я понимаю, что теннис – это очень интересный, замечательный вид спорта. Приятно, что он пользуется уважением и любовью молодежи. Гости соревнований – спортсмены из Якутии и Хабаровска. Их участие добавило зрелищности турниру. Успехи гостей оценивались вне конкурса. Местом проведения соревнований стал новый зал спорткомплекса «Локомотив». Шикарные условия, в которых проходил турнир, порадовали участников. Одно не устроило – где же болельщики? Спортсмены предложили свое решение проблемы. Можно было провести соревнования либо вечером, либо в будни, как-нибудь приобщить детей, отпустить их с какого-нибудь одного урока, чтобы они пришли, посмотрели один класс, другой класс, и уже бы создалась такая ситуация, что зал полон болельщиков. Цёй Пэн Ли – частый участник уссурийских турниров по настольному теннису. Студент ДВФУ, приехав в Россию, продолжил заниматься любимым делом. На родине, в Китае, он посвятил настольному теннису 10 лет. Спортсмен в своих силах уверен. Если бы вы часто занимаетесь, то уже не волноваться, такое не бывает. Ну, просто так, играли. В результате у китайского гостя почётное третье место. Он уступил Михаилу Рослому, серебряному призёру. Первое место среди мужчин завоевал мастер спорта Михаил Бутылёв. Среди женщин места распределились следующим образом. Третье – у Вероники Раевской. Второе заняла Юлия Попова. Первой стала Антонина Ли. Раевской затем. Раевской. Раевской.